что будет если регулярно принимать семена тмина семена тмина я принимаю регулярно так 19 18 но где-то два года точно что я хочу сказать вот у многих людей герпес и как-то против него такое противоядие найти довольно таки трудно как утверждает герпес это на всю оставшуюся жизнь ну пускай там он на всю оставшуюся жизнь но главное чтоб он не показывал себя потому что герпес такая ерунда который знаете потихонечку тлеет в нашем организме и разрушает его изредка так сказать во время простуд появляясь на губах и у меня это было было чё я бухариха буду таить было расстройство пищеварения какое расстройство пищеварения это очень важно а именно многие считают что то у них там стул нормальный на самом деле он далек от нормы первое когда у человека есть постоянные зловонные пуки то есть течение дня он там ну раз десять двадцать а то еще и больше смотря от того что он поест так сказать и спустит зловонный дух все это нормально так все это якобы нормально на самом деле нет идет разрушительная работа в кишечнике Пока еще организм молод То все это как-то еще там справляется А потом, знаете, только трах-бах И пошло там сердце, сосуды, суставы И вплоть до того, что разного рода там опухоли могут быть По коже какая-то неприятная ерунда идет Вот все это вследствие того, что в кишечнике Имеется болезнетворная микрофлора Которая, знаете, вы своей жизнью живете Она живет своей У нее своя задача жить там, размножаться За счет нашей глупости Мы ее там подкармливаем сахарком, чайком Вот этими всеми этими продуктами там такие Вот, естественно, продукты трудновато заменить Потому что хлеб, вот мы Хлеб основной продукт Вроде бы вещь хорошая Но современный хлеб, он сплошь и рядом Осеменен грибками Поэтому, потребляя хлеб, постоянно туда Вносим вот эти вот грибки А потом еще удивляемся А что, 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 что такое Ну, когда хлеб, конечно, оказаться трудновато Так вот, когда мы понимаем Вот, что я делаю В течение вот этих вот Двух с лишним летом Где-то, наверное, года три Я встал, это у меня уже ритуал Вот так, наверное, не будет Это как ритуал Я беру, первым делом встал Спустился там Умылся Беру чайную ложечку свою любимую Примерно половина чайной ложечки Семян тмина Сначала я там черный ел Потом я его съел У меня остался серый У меня была и зира Примерно то же самое и пойдет Вот, нечего тут так сказать Я не разжевывая Кладу Полу ложечки Семян И запиваю водичкой Водичкой или там чем-то Что там есть Вот, запил все И потихонечку я заметил Потихонечку Не сразу это, знаете, все это там Как бы сказать Мы думаем, что сейчас То, что мы с вами В течение 60 с лишним лет Это Я так свой возраст беру Вырастили В виде там какой-то Среды В виде какой-то Болезнетворной Микрофлоры У себя в организме Ее не так-то просто выковырнуть Я рассказывал о себе Что у меня были в детстве Чирики Там это такой И герпес был И все там такое Пятое-десятое Что говорит о том Что организм Вот это вот Бяка-кака Поедом ест Но мы-то не знаем Вроде у окружающих Такое бывает Ну, бывает Ну, все вроде Как прошло Потом там опять Не знаем мы это И только наблюдательность Таких светочей Как я Позволяет Сопоставить эти все вещи И найти Вот такие простые средства Которые Великолепно действуют Не только нормализуя Микрофлору А за счет нормализации Микрофлоры Это и стул У вас становится лучше И сил у вас больше И нет этого Разрушительного процесса Который организм Пытается сдержать Он тогда уже Направляет эти силы Просто вот На развитие И естественно Вот эти вот Манифестации Герпеса Прекращаются И он уходит туда Куда-то нибудь Допустим вглубь Или вообще исчезает То есть мы постоянно И самое важное Я уже говорил То что Мы должны такие продукты Потреблять Которые бы нас Не только питали Но и защищали И вот как раз Тмин Является пищевым продуктом Который способствует Тому что Помимо питания Он еще защищает нас Я не разжевывая Глотаю Эти семена Черного тмина Серого тмина Или зевы То что у меня есть Я думаю Что можно даже И укроп Все это здесь По мере прохождения Набухает И дает свой дух Фитонцидный дух Который Нормально действует На Ту микрофлору Которая должна у нас быть И в то же время Подавляет Ту Которая нам Абсолютно не нужна Которая Враждебна Так будут исчезать Калиты Вот калит Ну что калит Воспаление Слизистой оболочки Кишечника От чего она Выйдет там Явно Есть Причина В виде каких-то Буктерий Там язвы Ну Бурчание Далее Высыпание Вот это На коже В виде Горпеса И прочее 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 Начинает Потихонечку Уходить И потом Вообще Уходит Что вы Ее не ощущаете А вы Все продолжаете Так и жить Вот чем Интересная вещь И опять таки Я скажу Не с позиции Того Что будет Если есть Допустим В течение Года Тмин Я уже Говорю вам С позиции Того Что Что Стало Когда Я Проел Этот тмин Где-то Около Трегулярненько Понимаете Регулярно Несмотря на то Что-то То-то То-то Тминчик Только Раз И все Герпес Поджал Хвостик Поджал Хвостик И Перестал Вести Свою Разрушительную Работу Справиться С ним Не так-то Просто Но Можно О чем Я вам И говорю И показываю На собственном Примере Вот такие Вот Видосики Не то Что Будет Что Будет А я вам Говорю То Что Стало Стало Посмотрите На меня На меня То Что Стало Вот Такие Это Дела И Я Прохождил 67 Минут 4 Километра Проходил Не спеша В охотку Покормил Покормил Этого Черного Кобеля И Сейчас Отправляюсь Домой Все Хватит Будя И Хватя Нас Не Захватя Я Автор Многочисленных Книг По Естественному Оздоровлению Организма Если Вас Какие-то Книги Заинтересуют И Вы Хотите Их Приобрести Пожалуйста Обращайтесь Ко Мне На Мою Электронную Почту Цены Вас Приятно Удивят Плюс Моя Бесплатная Библиотека Всегда Открыта Для Вас